Компания Кораль представляет Президент Бодегас Дель Торо собственной персоной встречает утро за посадкой Каберне Савиньона. Соломон! Соломон! У нас, между прочим, есть рабочие, инженеры, биологи, эксперты, агрономы. А ты лично решил заняться культивированием? Старик, ты прекрасно знаешь, как я это дело люблю. Получаю от него настоящее удовольствие. Как говорит мой отец, хозяин должен подавать пример. И вот я здесь. С этим я согласен, Соломон, но помощь никогда не помешает. Ну ты даешь, уму непостижимо. Вкалываешь с утра пораньше. Не даром же есть пословица. Кто рано встает, тому Бог подает. Постой, Хуан. Отстань. Угомонись, Хуан, ты пьян. Оставь меня в покое, я угомонюсь, когда Глория уберется из этого дома. Да не цепляйся, ты к ней. Что здесь происходит? Воровка, самая настоящая воровка. Прекрати, Хуан. Уверен, это ты стащила у меня деньги, чтобы прокутить их со своими подружками. Что? Не переживай, дорогая. Тетя, как это понимать? Нет, дядя, не надо, только не дискетки. Хуан. Именно сейчас, когда я почти закончила свою дипломную работу. Могу поспорить на что угодно. Ты никогда не получишь диплом. Отцепись ты. Оставь ее в покое. Знаете что, дядя, этот спор вы уже проиграли. Я тоже могу поспорить, что окончу университет. Запишите себе это на лбу. Мама. Мама, я не могла дождаться, когда ты приедешь. А я когда заберу тебя, девочка. Подожди меня минутку. Это тебе, чтобы ты знал. Мы, женщины, тоже можем за себя постоять и всегда по долгам платим. Теперь мы с тобой в расчете, скотина. Сучка! Я тебе покажу. Хватит, успокойся, угомонись. Убирайся отсюда, бесстыжая, и больше не возвращайся. Не переживай, дорогая, это еще не конец света. И не оборачивайся, все плохое осталось позади. Поехали. Отличный удар, так ему и надо, этому гаду. Забудь о нем, дочка. Помоги. Посмей только вернуться, бесстыжая. Хуан, замолчи. Я тебе покажу. Да успокойся ты. И что теперь, мама? Теперь будем мозгами шевелить. В самом крайнем случае, худшем из худших случаев, этот грузовик станет твоей крышей. А в лучшем, это сердце и эти руки твоей семьей. Как в старые времена, малышка. Отлично. Ну что, Глория, успокоилась? Нет, мама. Мой дядя полное ничтожество. Обозвал воровкой, выгнал из дома, разбил мой компьютер и все дискеты. Черт побери, мама, я же завалю свою дипломную работу по вине этого ненормального. Компьютеру у меня была набрана уже половина диплома. На дискетах результат шестимесячной работы, мама. Мама, господи, мужик, Глория, дорогая, слушай, а давай ты махнешь вместе со мной? Я отвезу груз, заберу деньги и куплю тебе другой компьютер. Дело не только в этом, мама. Мой диплом. Без выходных ситуаций не бывает, Глория. Могу поспорить на что угодно. Ты окончишь свой университет, как и планировала. Если нужно, все начнешь сначала. Если надо, так начинай, в чем проблема? Уверена, ты справишься? Рассчитывай на меня. Если бы все было так просто, мама. Хуже всего, что у меня даже черновиков не осталось. Знаешь, каково это, начинать все сначала? У меня это уже в привычку вошло. Дочка, а давай устроим себе небольшие каникулы. Нам давно пора отдохнуть, согласись. Ты же была в Короре. Проведем там несколько дней в свое удовольствие. Мама, что, что, что? Корора? Ты хочешь мне сказать, что мы поедем отдыхать в Корору? Не знаю, Маргарита, Канкун, Греция, это я понимаю, но Корора, мама. Да что у меня такого в этом поселке? Как что такое, дорогая? Ты сама все увидишь. Турак, как дела? Хуака, как ты? Нормально. Ты посмотри, снова экстренный выпуск. Новость дня, Хуака. Только и разговоров о том, что из тюрьмы выпустят женщину, убившую 20 лет назад священника. Прикинь? Как вы уже знаете из наших анонсов, с самого утра мы находимся в женской тюрьме. За моей спиной вы видите людей, пришедших сюда, чтобы высказать свое категорическое нет этому спорному помилованию. Разве сможете вы и ваши семьи теперь спать спокойно, когда эта женщина снова окажется на свободе? Я сам был свидетелем того, как 20 лет назад Альтаграсия Дель Торо, наследница виноградников Дель Торо, хладнокровно и безжалостно убила пастыря Короры, поселка, расположенного на западе Венесуэлы. Эти архивные кадры говорят сами за себя. 20 лет назад ее арестовали. Сейчас вы увидите, как она пыталась сбежать, не помня себя от страха и позора. Вот она. Посмотрите на нее. Типичное поведение убийцы, бьющегося в конвульсиях перед тем, как быть раздавленным собственным ничтожеством. Это не я. Это несправедливо. Это не я. Я этого не делала. Вон отсюда, прочь! Убирайся! Я никого не убивала. Я не виновна. Убийца! Убийца! Я еще вернусь. И вы все заплатите мне за то, что сделали со мной. Все! Кто она, мама? Эту женщину дочка зовут. Жена Иуды. Я только одного не понимаю, если у нее столько врагов и люди из этого поселка не любят ее, зачем она оттуда возвращается? Чтобы ее разбили? У нее до сих пор живет там семья. Кроме того, она должна вернуть себе все, что ей принадлежит. Свои земли, виноградники. Хотя, говорят, один человек постарался все у нее забрать и ничего ей возвращать не собирается. Да? Кто же он такой, этот тип, чтобы присвоить себе ее собственность? Неужели родственник или друг умершего священника? Нет. Почему ее так называют, мама? Слушай, а ты не думаешь, что на самом деле у нее был роман с этим священником? Нет, детка, ничего подобного. Это журналист, которого ты видела сейчас по телевизору, окрестила ее женой Иудой, чтобы люди считали ее предатной. Мама, ты же не станешь отрицать, что эта женщина необыкновенный человек. И ее история достойна документального фильма. Ты правда думаешь, что она виновна, мама? Она всегда утверждала, что невиновна. И я ей верю. Знаешь, мам, я хочу познакомиться с этой женщиной. Ты на самом деле хочешь познакомиться с автографией Дель Торо? Конечно. И вообще. Дай-ка мне твой мобильник. Мы в батарейки сели, а мне надо срочно позвонить Питуне. Что ты надумала, не торопись. Ты уверена в том, что делаешь? Конечно, мама. Куй железо, пока горячо. Дай сюда. Мама, откуда ты эту женщину знаешь? Нет, нет, я знаю про нее, как и все, только то, что в новостях говорят. Кроме того, семья Торо очень влиятельная. Мама, как здорово, супер. У меня есть новая тема для диплома, представляешь? Это будет самая лучшая дипломная работа на курсе. Потрясающая тема, да, мам? Жена Иуды. Мама, как зовут? Типа, который хочет забрать у нее земли? Соломон Вайсман. Президент Бадегас Дель Торо. Смотри, Соломон едет. Лаура, что будем делать? Не волнуйтесь, ничего не говорите. Сохраняем спокойствие. Прекратите музыку! Что все это значит? Это как понимать? Никаких ритуалов на моих землях. Давайте все за работу, за это вам платят. Я не желаю видеть подобные сцены на своих землях. Возвращайтесь к своей работе, за это я вам деньги плачу. Лаура, можно узнать, что это за фокусы? Соломон, это не фокусы. Вот если бы мы жили на берегу Дуэра или среди гор Венгрии, этот ритуал ты бы не стал называть фокусом. Вы меня извините, хозяин, но у женщины, убившей священника, гнилая душа. Это правда. Она приносит несчастье. Я собственными глазами видела. Ее руки по локоть в крови. Она стояла рядом с отцом Себастьяном после того, как его убили. В чем дело? Давайте, шевелитесь, за работу! Лаура, мы живем не в Венгрии. И на этих землях мне не нужны ритуалы. Вместо того, чтобы со всей этой толпой здесь зря время терять, тебе следовало заняться гостями. Или ты забыла, что сегодня праздник сбора винограда? Соломон на виноградниках в Бордо исполняет ритуалы, чтобы защитить урожай, поверь мне. Какое тебе дело до того, что я исполняю их здесь, в Короле, чтобы не допустить возвращения Альтаграсии и Дель Торо на эти земли? Эта женщина станет вашим проклятием, Соломон Вайсман, вашим несчастьем. Не забывайте, что Альтаграсия и Дель Торо возвращаются, чтобы прогнать вас с этих земель. Мам, посмотри, я появляюсь в таком виде, вся из себя неотразимая, и говорю президенту Бодегас Дель Торо. Очень приятно. У меня известный режиссер, документалист. Короче, мне главное туда попасть и узнать все подробности о таинственной жене Иуды. Да, режиссер-документалист. Иди-ка сюда, девочка, ты у меня фантазерка. Приехали, наконец-то! Что случилось, подруга? Сколько кост передавила по дороге? Штоп пять. У меня все заснято. Как ты? Нормально. Ведьма, ведьмочка, подожди, ты должна нам рассказать, что случилось. Выкладывай. Спасибо, подруги. Честно, я вам страшно признательна. Спасибо, что не оставили меня одну. Перехожу к сути дела. Я хочу вам рассказать историю жены Иуды. Это страшно интересно. Кого я вижу? Привет! Как дела? Все хорошо, видишь? Такая жарящая. Как ты, моя красавица. Рада вас видеть. Шикарная тачка, да уж. Мама, наступил решающий момент. Ага, да. Из Скорора. Прямиком в Голливуд. Голливуд. И это правильно, дорогая. Все предначертано Господом. Вот что я вам скажу. На такой тачке вас спустят не то что на праздник сбора винограда, а сразу на церемонию вручения Оскара. Пока, мам, мы уехали. Будь благоразумна, слышишь? Не наделай там глупостей. Лаура, что случилось? Чем ты так расстроена? Что с тобой? Ничего, ничего не случилось. Я прав, Лаура? Эрнесто, по-моему, вам обоим уже пора пожениться. Может, тогда синьорита Лаура будет тратить свое время на что-нибудь полезное, скажем, на своего мужа. Добрый день, Лаура. Давно не виделись. Эрнесто, как дела? Не хотел доставлять вам неудобства. Знаю, мы с вами не знакомы. Меня зовут Хулиан Мореро. Кто бы мог подумать, бывший жених Эльтаграссии. Вот видите, уже зловещие тени появляются. Больше того, из ада вырываются демоны. Синьор Соломон, я бы хотел поговорить с вами. Синьор Мореро, вы меня извините, но сейчас, как вы сами видите, я должен принимать гостей. Так что, если позволите, я оставлю вас с Лаурой. Рикардо, а ты не знаешь, кто эти девушки в кабриолете? Нет, я их никогда не видела. Но, судя по их виду, уверена, что они модели. Идите за мной, следите за моей походкой. Добро пожаловать на винограднике Бадегас Дель Торо. Меня зовут Брэнд Эчинагуси. Привет. Привет. Меня зовут... Меня зовут... Кристина Доминэ. Кристина Доминэ. Я режиссер-документалист. А эти девушки из моей съемочной группы. Мы приехали снимать документальный фильм о короле. Хотели выяснить, сможем ли мы снять виноградники, пейзажи и все такое прочее. Вы собираетесь снимать фильмы этой камерой? Мы всего лишь делаем... Пробы. Да, да, пробы, разумеется. А когда приступим к настоящим съемкам, то тогда уже приедет вся наша команда со всем оборудованием. Кстати, у нас очень большая съемочная группа, вы даже не представляете. Если хотите, я дам вам визитку, чтобы вы связались с моим шефом. Сможете поговорить с ним? Где-то она у меня была. Нет, не надо. Добро пожаловать. Наслаждайтесь праздником. У нас была очень успешная неделя. Спасибо. Проходите. Кстати, как вы отреагировали на возвращение жены Иуды? Вы приехали посмотреть ее наградники или взять интервью у Альтаграсии? Если это так, то должна вам сказать, что вы ошиблись адресом. Нет, ерунда какая-то. Подождите, остановитесь на минутку. Стоп. В чем дело, Соломон? Что тебе не понравилось? Как можно останавливать съемку на середине? Мы с тобой потом поговорим, ладно? Кто из вас сказал ерунда? Да. Это был женский голос. Ты? Нет. Кто? Она. Да, это была я. Этот парень в юбочке, это бадья, если честно, меня не впечатляет. Ну, не знаю, слишком все примитивно. Ведь в винограде есть что-то первобытное, чувственное. А этим здесь даже не пахнет. Она права. Какая-то ерунда. И что дальше, Соломон? Если ты решил прислушаться к ней, пускай тогда она сама снимает для тебя ролик. Вперед. Ну, не до такой же степени. Вы же кучу денег на этом потеряете. По-моему, если они сразу окажутся в этой... Как эта штука называется? Давильня. Ну, вот. Если модель окажется сразу внутри давильни, ну, не знаю, что-нибудь в этом духе. Будет выглядеть гораздо правдоподобнее. А ты сама когда-нибудь была там внутри давильни? Сосредоточься на своих ощущениях. Ты же впервые давишь виноград. Наслаждайся. Что скажешь? Какие испытываешь чувства? Тебе нравится? Я знаю, тебе нравится. Тебе нравится. Соломон. Соломон. Эмма, дорогая. Как дела? Хорошо. Думаю, у меня набралось достаточно материала для моего документального фильма. Уже поздно и... Уже очень поздно. Нам с девочками пора уезжать. Правда, девочки? Девочки. Девочки! Думаю, они пошли вперед. Наверняка им надоело ждать. Огромное спасибо за все. Сеньорита Кристина Домине, жду вас, чтобы проводить. Если вы хотите узнать что-нибудь о жене Иуды, может быть, в поселке вам смогут об этом рассказать. Что? Не понял. Значит, ты приехала сюда из-за жены Иуды? С чего бы это? Я документалист и готовлю фильм о корове. О вине. А заодно и о жене Иуды. Честно говоря, не знал, что документалисты в нашей стране зарабатывают столько, что могут себе позволить коллекционный автомобиль. Нет-нет, не все документалисты. Только самый лучший. Разумеется, только самый лучший. Мне он нравится. А знаешь, Соломон, я подумала, что... Думаю, тебе тоже нужен советник. Ну, не знаю, кто-то... Я имею в виду... Профессионал. Профессионал, как ты? Конечно. Я снимаю не только документальные фильмы, Соломон. А это меня может заинтересовать. Да, как раз сейчас мне нужна хорошая рекламная кампания. Да, именно так. Лучше я приеду как-нибудь в другой раз, и мы с тобой все обсудим, и обо всем договоримся. Ну, а то твоя жена, наверное, уже ищет тебя. Подожди. Во-первых, моей жене незачем меня искать, потому что я не женат. Во-вторых, я президент всего этого. А это значит, могу поручить другим заняться гостями. Тем более, что в данный момент для меня намного важнее показать тебе виноградники. Хочешь полетать на воздушном шаре? Так ты сможешь увидеть все виноградники и близлежащие окрестности. Разумеется, если ты не боишься воздушных шаров. Соломон, я не говорила тебе, что боюсь. Просто мне казалось, ты поможешь мне подняться, но раз это не так, справлюсь сама. Эй, подожди. Прошу вас, сеньорита, позвольте вам помочь. Лучше поздно, чем никогда. Готова? Да, посмотрим, как ты управляешь этой штуковиной. Держитесь, мы взлетаем. Готовься на высоте. Соломон, спусти меня, нам пора возвращаться на праздник. Давай спустимся, хорошо? Что с тобой? Тебе стало плохо? Закружилась голова? Хочешь немного воды? У меня здесь есть вода. Будешь? Соломон, спусти меня, мне нужно спуститься. Соломон, эти лошади. Успокойся. Эти лошади, Соломон. Успокойся, не волнуйся, с тобой ничего не случится. Соломон, спусти меня отсюда, мне нужно спуститься, Соломон. Лошади, лошади, Соломон. Спокойно, спокойно, с тобой ничего не случится, спокойно. Соломон, спусти меня отсюда. Что бы ни было, я с тобой. Тебе правда лучше? Скоро мы будем на земле. Хорошо? Да, да, это мне нужно, Соломон. Мне нужно спуститься. Спокойно. Этого не было столько времени. Боже, почему вся снова вернулась? На какое-то мгновение ты меня напугала. Ты что-то сказала о лошадях, но я ничего не понял. О лошадях? Да. Нет, наверное, я говорила о волосах, Соломон. Волосы, они у меня спутались. Нет, нет, ты сказала лошади. Ладно, синьорита, главное, что вы в порядке, все тревоги позади. Прости, что напугал. Соломон, как я могу не простить президента компании винные погреба Дель Торо? Я должна простить тебя, даже если не хочу. Значит, я могу спать спокойно. Спасибо. Боже, прекрасный день, идеальное место. Полет на шаре, и вернулись видения, чтобы все испортить. Почему это должно было произойти в такой момент? Какой момент? Не обращай внимания, Соломон. Просто иногда я говорю сама с собой, немного похожу на сумасшедшую, вот и все. Соломон, я еще раз хочу извиниться перед тобой за сцену наверху. Никаких извинений, синьорита. Когда вернемся на праздник, обратимся к врачу. Я хочу, чтобы тебя осмотрели, чтобы убедиться, что ты в порядке. Да, зато тебе не нужен никакой врач. Что ты сказала? Ничего. Также я хотела попросить прощения за... Короче говоря, мне стыдно за эту комедию. Хватит извиняться. Тебе абсолютно нечего стыдиться. Наоборот, я тебе благодарен, потому что мне понравилось. Мне было хорошо с тобой. Прости. Соломон, ты где? Эмма Брандт. Синьорита, почему вы такая серьезная и такая молчаливая? Я что-то сделал, что тебя обидело? Нет, нет, нет. Я думала мысленно, повторила весь день. Все так странно, но не обращая внимания. Должен быть способ поднять тебе настроение. Не знаю. Признаюсь, шаром получилось плохо. И мне нужно что-то сделать, чтобы снова добиться твоего расположения. У этого вздоха есть хозяин? Какой вздох? Не было никакого вздоха. Я дышала, Соломон. Смотри. В чем дело? Я не могу дышать? В виноградниках за это нужно платить? Нет, конечно, нет. Здесь ты можешь дышать сколько хочешь и сколько можешь. Если есть желание, можешь вдохнуть меня. А если и этого недостаточно, сообщи мне, и я сделаю тебе искусственное дыхание, рот в рот. Что скажешь? Стало быть, Кристина, ты приехала, чтобы снять фильм о женщине Иуды? Мне кажется, это интересно и смело. Ты не думаешь? Да, это так. Видишь ли, фирма, на которую я работаю, решила сделать захватывающий документальный фильм, и это поручили мне с подругами. Да, это интересно. Боже. Идем. Куда? Идем, я хочу показать тебе нечто особенное. Особенное? Да, идем. Хорошо, но куда? Я хочу, чтобы ты пошла со мной. Хорошо, осторожно. Спокойно, спокойно. Опусти мне щекотно. Щекотно? Осторожно. Куда ты меня ведешь? Увидишь. Идем со мной. Я хочу разделить эту тайну только с тобой. Этот виноград называется скороспелым. Это наш главный урожай. Поэтому я хочу, чтобы ты его попробовала. Этот виноград делает наше вино ароматным и пикантным. Это очень необычный сорт. Как ты. Вино, сделанное из этого винограда, обладает возбуждающим свойством. Ты меня используешь, правда? Ты меня используешь, чтобы снять свой фильм? Какая жара. Мне жарко, я хочу пить. Ты не хочешь пить? Наверное, от избытка эмоций, правда, Соломон? Я схожу к машине за водой. Спасибо. Боже, эти руки. Этот взгляд. Да. Он классный. Классный тип, которого так и хочется. Это фильм для моей дипломной работы. Для твоей дипломной работы? Постой. Ты такая знаменитая, и у тебя еще нет диплома? Я сказала, дипломная работа? Нет, я имела в виду диссертацию. Понимаешь, так я убью двух зайцев одним выстрелом, сниму фильмы и закончу диссертацию. Что ты делаешь? Поливаю тебя водой. Да, почему? Потому что ты не хочешь пить. А ты хочешь пить? Сейчас я тебя напою. Сначала отними у меня воду. Ты меня уронишь. Дай сюда. Эмма Бранд. Соломон, я думала, с тобой что-то случилось. Произошло ужасно, а тебя здесь не было. Что произошло? Лучше спроси, чего не произошло. А тебя не было, и ты пропал. Ты можешь объяснить, где ты был? А ты можешь сказать, что здесь произошло? Мы можем поговорить наедине. Эмма, пожалуйста, скажи, наконец, кого увезла неотложка? Эта женщина вернулась. Какая женщина? Альтаграсия, жена Иуды. Боже, почему? Почему снова эти видения? Соломон подумает, что я сумасшедшая. Как я ему объясню, что я видела лошадей? Эмма, я по-прежнему не понимаю, что здесь произошло. Как это произошло? Кто это сделал? Я не понимаю, как такое могло произойти. Все шло великолепно. Гости были довольны, мне все было прекрасно, и вдруг появились лошади, которые тащили человека и крушили все на своем пути. Лошади? Да, лошади, дорогой. Было ужасно. Если бы ты видела. Лошади, лошади, Соломон! Спокойно, спокойно, с тобой ничего не случится. Спокойно! Спусти меня. Чтобы не было, я здесь, с тобой. Глория! Что случилось? Что с тобой? Где ты была? Детка, ты в порядке? Тебе ничего не сделали, Глория. Куда ты пропала? Я умирала от тревоги. В чем дело? Ты как будто на луне. Глория, мы беспокоились, особенно после этого инцидента. Перестаньте беспокоиться, я просто гуляла. И заблудилась. Поэтому долго бродила. Вот и все. Как заблудилась? Значит, ты видела лошадей? Лошадей? Да. Мы все сняли, даже в момент появления жены Иуда. Смотри. Да, подруга, лошади тащили человека, как мешок с картошкой. Правда, Питуль? Потом пришла жена Иуды. Сразу после него. Лошади тащили человека? Ты представляешь? Неужели разрядилась батарейка? Да, разрядилась батарейка. Мама, если бы ты знала. Соломон! Синьор комиссар, представляю вам синьора Соломона Вайсмана, президента винных погребов Дель Торо. Он здесь главный. Вы должны говорить с ним. Здравствуйте, синьор Вайсман. Комиссар Ромеро. Я бы хотел задать вам несколько вопросов об инциденте, в котором пострадал синьор Гулиан Мореро. Гулиан Мореро. Комиссар, вы меня простите, но чтобы дать информацию, которую вы просите, сначала мне нужно выяснить, что здесь произошло. Людовико, можно тебя? Конечно, с вашего позволения. Да, конечно. Людовико, ты считаешь, что антеграсия способна на это? Способна ли она на это, на это и на многое другое? Здесь нечего искать виновных, Соломон. Это сделала она. Начала свою месть. Помнишь, она сказала, что вернет все свое. И уже начала. Уже начала. Мама, нам лучше уехать. У меня голова идет кругом от этой истории с лошадьми. Неудивительно. А где ты была, что не видела? Я видела. Вернее, не видела, а почувствовала. Ну, короче, я видела этот погром. Поехали. Да, Глория права. Кроме того, нам нужно отдохнуть, потому что день был трудным. А до поселка далековато. Спокойно, дорогая, спокойно. Стоп, стоп, стоп. А где мы остановимся? Все отели переполнены. Я узнавала до приезда сюда. Я отвезу вас в дом старой подруги Глории. Моей? Да. Мама, я не знаю, что ты курила. Но я ни разу не была в этом поселке. Мы поедем к Санти. Она прекрасная женщина, очень хороший человек, и у нее свой пенсион. Какое-то время она заботилась о тебе, когда ты была маленькая. Ты не помнишь? Да, конечно. То есть я уже была в этом поселке и не знала об этом. Жизнь полна сюрпризов. Да. По крайней мере, там мы сможем посмотреть фильм. Соломон, ты можешь объяснить, что с тобой происходит? Полиция, пресса, гости, все ждут, что президент винных погребов Дель Торо сделает заявление. Ты можешь сказать, где ты был, когда это произошло? Ну, пожалуйста, расскажи. Чего ты ждешь? Я был занят, и я занят сейчас. Я полагаю, ты был с моделью, давал ей исчерпывающий урок о винограде и изготовлении вин, чтобы произвести впечатление. Эмма, думаю, ты хорошо знаешь, что я не люблю, когда меня заставляют терять время. Да, дорогой, но им нужно... И тем более, когда меня заставляют терять время на сцены ревности. Нет, дорогой, ради бога, не думай, что это сцены ревности. Прости, если тебе так показалось. Понимаешь, я чувствовала, что ты оставил меня со всем этим одну. И меня злит, что с людьми объясняется Людовик, а не ты. Иногда Людовик больше президент винных погребов, чем ты. Детка, в чем дело? Ты всю дорогу уехала с каменным лицом. Что с тобой? Это правда, дорогая. Не стоит так переживать. Ты уже должна была привыкнуть к этому, хотя это давно не происходило. Но произошло, мама, и когда это происходит, у меня голова кругом. Но это не самое плохое. Гораздо хуже, что это произошло при президенте винных погребов Дель Торо. Соломон, наверное, думает, что я сумасшедшая. Стоп, стоп, вы должны посвятить свою тайну меня. Кажется, это что-то интересное. Что произошло? Ты не любишь сплетни, но они тебя развлекают. Дело в том, что иногда я кое-что вижу. Я тоже вижу, и вижу такое. Смени выражение лица, и потом... Я не понимаю. Ты кое-что видишь. Как это? Что? У меня видение. Я вижу события до того, как они происходят. Что? Как это? Все, все, не воспринимайте это так. Такое происходит со многими людьми. Этот дар был у моей мамы, и Глория его унаследовала. Это особая чувствительность, помогающая видеть то, что не видят обычные люди. Подруга, ты ничего мне не говорила. Как это? Что значит видение? Ты видишь будущее, как предсказательницы? То есть ты пророк? Да, я вижу ужасные вещи. А потом оказывается, что они происходят или произошли. Видение появляется неожиданное. Я не могу контролировать это. И тебе не страшно? И тут о чем? Это всего лишь фантазия Глории. Минутку, не смейтесь над этим. Хотя вы и не верите, это правда. У Глории с детства был этот дар. Как вам объяснить? Она становилась невольным свидетелем того, что произошло. Или произойдет. И неизвестно, почему к ней приходят эти видения. Я понимаю. То есть, когда ты кажешься отсутствующей, как бы витаешь в облаках. Это означает, что ты что-то увидела. Да. Я видела лошадей до того, как это произошло. Мне очень тяжело. Я знаю, что для некоторых людей это что-то нормальное, а меня это пугает. Я бы хотела, чтобы это никогда не происходило. Иногда мне кажется, что я больше не выдержу, понимаете? Ведь они появляются, как лазерный луч. У меня сжимается грудь, я чувствую, что мне не хватает воздуха. Я не могу дышать. И хуже всего, что эти картинки остаются в голове. Какое-то время этого не было, а сейчас снова вернулась. Я видела, что натворили лошади, и я не понимаю, почему я ничего не могу сделать. Поняла, дорогая. Тебя не должны пугать эти видения. Воспринимай это как подарок Бога. Где Санте? Санте, мы приехали. Санте! Слава Богу, Пресвятой Деви, что моя Хуака добралась хорошо. Как ты? Добро пожаловать, Хуака. Не может быть. Глория, дорогая, ты меня помнишь? Немного помню, правда, туманно. Ты была очень маленькая, дорогая. Хуака мне сказала, но я не могла поверить. Дай мне обнять тебя. Ты такая красивая. Вы должны сделать свою работу. Чувствуйте себя как дома. Если понадобится помощь, зовите Санте. Только не шумите. А ты успокойся, дорогая. Да, мама, иди. Иди спокойно, да поможет тебе Бог. Спасибо, дорогая. Они в хороших руках. Дорогая, у тебя такие красивые подруги, такие очаровательные. Благослови вас, Господь. Спасибо. Я приготовлю вашу комнату, сделаю ее кокетливой. Кокетливой, как я, конечно. Но сначала пойду посмотрю, как там фасоль, которую я готовлю. Будет очень вкусно. Благослови вас, Господь. Аминь. Приехала радость этого дома. Спасибо, Пресвятая Дева. Я так взволнована. Боже, боже. Она прелесть. Мне очень нравится эта сеньора. Ладно, все. Я должна посмотреть фильм, иначе я умру. Что обо мне подумает, Соломон? Я думала, ты находишься под впечатлением видения. Оказывается, дело в президенте винных погребов Дель Торо. Исабель! Исабель, ты была в поселке. Ты не видела трех девушек, которые ездят на желтом спортивном автомобиле? Одна высокая, вторая блондинка, а у одной разноцветные пряди на волосах. Они не здешние, приехали из столицы. Нет, я таких не видела. Ладно, продолжу поиски. Вы видели девушек, которые ездят в желтом спортивном автомобиле? Нет, не видели. Одна высокая, вторая низенькая. Нет, нет, действительно нет. Спасибо, ребята. Сейчас я вспомнила. Думаю, я видела девушек из города. Вроде они остановились у Сантии. У Сантии. Спасибо, Исабель. Ой, подруга. Я не ошиблась, разрядилась батарейка. Ну, что будем делать? Ничего страшного, нужно подключить к сети и зарядить батарейку. Вы взяли кабель? Да, давай, давай. Прости. Прости, я его забыла. Мы собирались в такой спешке. Я понимаю, что ты торопилась, но тебе тоже не мешало бы зарядить батарейку, дорогая. Подруга. Ладно, ладно, я посмотрю, как выйти из этого положения. Нужно сходить в поселковый магазин. Девочки, вы не обидитесь, если я не пойду. Я очень устала. Сегодня столько всего произошло. Я хочу принять душ и отдохнуть. Хорошо, никаких проблем. Идем, Мика. Спасибо, вы мои лучшие подруги. В душ, в душ. Вы меня балуете. Пока, пока. Добрый день. Добрый день. Простите, дверь была открыта. Кристина Домине здесь? Кристина Домине? Да. Кто такая Кристина Домине? Я думаю, вы ошиблись. Пету. Кристина. Кристина режиссер. Верно, Кристина. Какая я глупая. Конечно, Кристина Домине. Кристина принимает душ. Мы идем в поселковый магазин. Если хотите, можете сесть и подождать ее. Хорошо. Спасибо. До свидания. Синьору Санти, у вас гость. Кто там? Это вы, синьору Санти? Кристина Домине. Боже мой. Что ты здесь делаешь? Наглец. Можешь кричать, сколько хочешь. Мы совершенно одни.